Для того, чтобы люди, которые готовы к этому денежному потоку, его в свои карманы получали. Здесь я хочу вспомнить следующую ситуацию. Совсем недавно я ездила в Оклахому, встречалась там со своими подружайками очень активно. И что меня удивило, среди моих подруг есть достаточно, кажется, успешная леди. Потому что она состоялась, она получила образование, у нее хорошая профессия, где она буквально за один день находит следующую позицию. Если вдруг компания закрывается, такое в ее жизни было. Или ее сокращают, такое тоже в ее жизни было. Потому что несмотря на то, какой вы отличный сотрудник, если вы пришли последний в компанию, вас первая увольняет. Потому что, ну, этот больше у нас работал, мы как его уволим. Потому что, ну, вот вы хорошая, вы быстро найдете работу. Она моментально находит работу. И в этот раз она тоже нашла шикарную работу от государства. Такую, при которой каждые полгода она получает две недели отпуска. То есть целые четыре недели в год. Плюс какое-то количество дней она может брать оплачиваемых по болезни. Плюс семейные дни оплачиваемые тоже. То есть по-нашему это отгул оплачиваемый. То есть это еще и к тому, что ой, в Америке там вообще никто не отдыхает. Смотря на кого вы работаете. Вот правительство вот так оплачивает. То есть я вообще никогда не слышала, чтобы с первого года сразу давали четыре недели отпуска. Да еще и отгулы оплачиваемые. Вот теперь узнала. Потому что, наверное, никто из моих знакомых на государство-то не работал. Помните, мы с вами говорили о том, что государственная позиция – это шикарно. И у меня одна из наших подписчиц вышла замуж за почтальона. Потому что я всем сказала, ну а вот одна из позиций государственных – это сотрудник почты. То есть у них вот такая пензия, вот такая и вот такая. И вот такие бенефиты. То есть вы будете за почтальоном, как за каменной стеной. И она сказала, был единственный во всем, наверное, штате русскоговорящий почтальон. Я хотела русскоговорящего почтальона. Я его и получила. То есть вот как хорошо, что я сейчас вспомнила тебя, моя дорогая. Потому что это тоже подтверждает, что нужно настроиться, и вы это получите. Так вот я возвращаюсь к той подруге, которая получила очень хорошую должность. Но ей дали пока контракт. Вот за это время мы вас держим. Если нас все устроит, мы вас оставляем надольше. Если нет, то извините. И она, несмотря на то, что я была уверена, что она такая пробивная, я увидела, что она очень не уверена, что ее оставят. И мне пришлось с ее мозгами работать, потому что она на наш канал не заходит, ей женихов не надо. А живет она здесь дольше меня. То есть я ее ничем научить не могу. А оказывается, ей тоже надо заходить. Хотя бы вот в этот раздел становимся счастливыми. Потому что неуверенность в себе, она приведет к тому, чего она боится. Раз она боится, что ее могут не оставить, то, скорее всего, не оставят. Но я еще буду ей звонить и буду говорить о том, что, пожалуйста, верь в то, что ты самый лучший сотрудник. И, кстати, после нашего разговора она на следующий день пошла на работу, вернулась. И мне рассказывают, что меня похвалили, потому что там не могли найти какую-то бумагу. Я ее нашла, и меня срочно похвалили. Так вот будь уверена, что ты там лучше всех. Тебя и оставят, и еще и больше продвигать будут, и давать большую зарплату при той же самой позиции. Или даже продвигать себя по служебной лестнице, если есть такая уверенность. Работайте, пожалуйста, над своей уверенностью. И молодому человеку надо этим работать. И здесь уже работает та самая визуализация, про которую очень многие говорят, и в которую очень многие верят. У меня даже девочка наслушалась на каком-то платном, кстати, тренинге, о том, что визуализация плохо. Потому что вы видите, там уже свершившийся факт, значит, вам оно не надо. Да нет, ребята. Я даже вот вам в последней сборной солянке рассказывала о том, что я хотела именно такие большие вазоны, когда они мне понадобятся. Я там не строила уже бешеных картин, что я их вижу на своем вот патио, как они там стоят. Но мои желания натренированные исполняться. Просто натренированные исполняться. Я просто по это подумала, и вселенная сказала, когда ей это надо будет на самом деле, оно будет в наличии. И оно в наличии есть. То есть вам нужно четко определить, что вы хотите. И вы заходите в наш плейлист «Становимся счастливыми». Просматривайте другие варианты, где учат. И как визуализировать. И какие мантры проговаривать, чтобы себя содрать с дивана. Потому что, когда вот стали появляться первые, их даже мантры называют или правильно, когда вы постоянно одну мысль повторяете. Я тогда подумала про это, зачем оно надо. Вы себя настраиваете. То есть вот как в ситуации с моей подругей. Она идет и думает, ой, так хочется здесь остаться, но всякое может получиться. Останавливайте себя. Ловите эти мысли и сразу говорите. Я успешная. Я талантливая. Я очень хороша в этой профессии. Я больше всех подхожу для этой должности. И они меня с удовольствием берут уже либо на следующий продолжительный контракт, либо берут сразу в штат. Вот это надо повторять. У каждого своя ситуация. Не надо брать готовые вот эти вот. Ой, я там это, чего-то. Вот такой там. Думайте, как сформулировать ваше желание, которое должно осуществиться. Вот этому молодому человеку меня приглашают на очень хорошую работу, в которой не надо сидеть на попе ровно долго, но она мне дает возможность рассчитаться со всеми долгами и маме делать подарки чаще, чем просто на день рождения. Ну или как-то вот то, что вам ближе. Потому что вот опять про этот же мой новый бизнес. Я когда стала рассказывать, что там ежедневные оплаты, сначала 4 доллара 10 центов, потом 10 долларов, потом 25 долларов, одна из наших подписчиков пишет, раз вы получаете деньги, значит, кто-то их не получил, вы у кого-то их забрали. Ребята, вы просто не знаете, как работает денежный поток. Денег очень много. И вы получаете ровно столько, сколько вы себе позволили. Вот я про себя тоже думаю, что, наверное, я позволила себе не шибко много. И поэтому в мою жизнь пришел вот этот бизнес, который Татьяна выбрала, допустим, сразу сказала, я дойду до позиции амбассадор, потому что там от 7 до 10 тысяч в месяц. И меня эта сумма устраивает, потому что она живет в Калифорнии. И она до этого бизнеса работала медсестрой. И она прекрасно понимала, что для того, чтобы ей уйти с этой позиции, ее доход в этом бизнесе должен составлять, но не меньше, чем ее зарплата в медицине, как медсестра, чтобы она могла ее оставить. И теперь она продолжает активно работать, потому что она поняла, этот уровень достигнут, и я теперь иду к полутора миллионам в год, которые эта компания может выплачивать. Компания ограничила таких активных людей, что не более полутора миллионов в год. А я сразу смотрю, что меня устраивает полтора миллиона в год. Меня это устраивает, потому что до прихода в мою жизнь этот бизнес, я себе говорила, ну, 2-3-4 тысячи в месяц, я думаю, что мне этого будет достаточно. Я и получаю эти 3-4 тысячи в месяц, потому что, живя замужем, ни о чем не беспокоясь, я считала, что эта сумма позволит мне путешествовать где хочу, когда хочу, еще немножечко накапливаться. Ну, так и было все эти годы. А сейчас, вот, благодаря этому бизнесу, который в мою жизнь вошел, я наконец-то поняла, я не так мыслю. Давайте откроемся вселенной, давайте будем получать максимум от этой жизни, и тогда уже будем придумывать, как хорошо этими денежками распоряжаться. Может быть, я что-то нечетко пояснила, может быть, где-то я запуталась. Поэтому, если у вас будут какие-то конкретные вопросы, по тому, что я сегодня сказала, без всякой подготовки, потому что мне готовиться к этому не надо, я вот этим всем пропитана. Я вижу, когда люди что-то делают не так. Как хорошо, что этот молодой человек сам увидел, что он делает что-то не так. Вселенная вам даст ровно столько, какой сумме вы готовы. И я тому ярчайший пример. То есть, вот у меня дом сдается, я получаю такие-то денежки, я получаю отсюда-то денежки. И если где-то они увеличивались, то в другом моментально уменьшались. Потому что, ну ты же настроена была вот на такую сумму. Нет, моя дорогая вселенная, я готова к полутора миллионам в год. Я к этой сумме готова. Спасибо тебе, Лидочка, за то, что ты мне постучала и вела меня в такую хорошую группу. Потому что в этой же компании работает много людей. Но не все так поддерживают тебя, как в нашей. Наши готовы за вас работать. И меня это очень радует. Открывайтесь возможностям, не ограничивайте себя в деньгах, пусть они в вашу жизнь приходят. А автора этого вопроса я прошу отозваться немного погодя, когда у вас все начнет получаться. Я уверена, раз вы над этим задумались, значит, вы готовы к переменам. Кстати, я сейчас очень много играю, еще в компьютерные всякие игры научилась. И мне стала идти реклама. Там на определенном этапе стала идти реклама новых игр. И в одной из этих игр дама говорит себе Start my new life. Я начинаю мою новую жизнь. Потому что она вот узнала, что мышь ее обманывает. Она уходит, и она начинает новую жизнь. А вас даже никто не обманул. Вы просто сами себя поставили в такое положение, что ничего не хочется в этой жизни. Нет, ребята. Все приходит в том случае, когда вы не лежите на диване и не гаяете негативные мысли по поводу того, как вам не повезло, а говорите, а я еще вот это сделаю, вот это и вот это. Поэтому я сейчас этот ролик обработаю, и я напишу письмо по-американски. Уже я знаю, кому я напишу по-американски, приглашая в свой бизнес. А в два часа мы едем смотреть дом, который мы решили, что он нам нужен. Помните, я вам говорила, что мы планируем третий дом, но не будем пока брать. Потому что экономическая ситуация пока не та, чтобы вкладывать в дом. Ну, запрос-то послан. У нас будет третий дом. Мы к этому готовы. И поэтому вот так сложилось. И мы не берем его для того, чтобы приумножать свои деньги, а для того, что мы в нем будем жить. А этот продавать не будем. То есть все равно все получается, как вы думали. Ну, вот так вселенная выкрутит, чтобы вам это было нужно уже сейчас. Потому что я к этому готовую. Видимо, Лерик к моей мысли тоже привык, что в настоящее время лучший инвестмент – это дома. Хотя вот буквально тут пару-тройку месяцев назад я положила свои деньги под CD, и он тоже забрал их из компаний, в которые он пытался их вырастить, но рост незначительный по сравнению с тем, которые дают CD. Он тоже перенес их в CD. Вот нам дали одну возможность решения. Не, 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 вам это не надо. Вы хотели же дом? Получите дом. Хотите чего-нибудь? Хотите, пожалуйста. Посмотрите, у кого получается. Начинайте стараться жить лучше других. И не на маминой, и не на бабушкиной подачке. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока. Ждем победу. Субтитры сделал DimaTorzok